Добрый вечер! В эфире программа «Место происшествия». Мы знакомим вас со всеми криминальными событиями, происходящими в нашем регионе. Сегодня наше внимание привлекли следующие темы. С октября вместе с базовой величиной увеличились и штрафы. Стало ли меньше нарушений со стороны жителей Солигорска? Акция против пьянства в молодежной среде проходит по всей Минской области. Также краткие сообщения о преступлении ждут вас в рубрике «Оперативная сводка». В Минской области проводится акция по борьбе с пьянством в молодежной среде. Вредным привычкам нет, жизни – да. Проведение акции назрело давно, ведь почти каждое третье противоправное деяние совершается подростками в состоянии алкогольного опьянения. Каждый четвертый из задержанных за нарушение законодательства не достиг 16-летия. Белорусские подростки впервые пробуют курить сигареты в среднем в 13,5 лет. Марихуану и курительные смеси – почти в 17. Слабоалкогольные напитки они пробуют в 14,5, крепкие – почти в 15 лет. Такие данные приводятся в обнародованном исследовании уровня потребления психоактивных веществ, которое проводила Академия последипломного образования в рамках исполняемых проон-грантов Глобального фонда. Исследование проводилось в Беларуси с декабря 2011 по май 2012 года. Среди учащихся средних школ и средних специальных учебных заведений в возрасте 16-17 лет. Стоит ли говорить о том, что употребление спиртного, как и наркотиков, влияет на подростковую преступность? В целях противодействия противоправному поведению подростков в алкогольном опьянении с 9 по 13 октября во всех регионах области прошел комплекс межведомственных мероприятий по профилактике пьянства в молодежной среде. В частности, в учебных заведениях учащимся демонстрировались фильмы по профилактике пьянства и наркомании. Прошли ежедневные массированные отработки мест с массовым пребыванием молодежи. Зоны отдыха, кафе, дискотеки, а также были обследованы чердаки, заброшенные здания в целях выявления лиц, употребляющих алкогольные напитки и пиво. Были отработаны объекты торговли на предмет продажи алкогольных напитков и пива несовершеннолетним. Кроме того, Управление внутренних дел Миноболсполкома выступает за ужесточение наказания владельцев объектов торговли и общепита, в которых выявлены факты продажи спиртных напитков и пива несовершеннолетним. Для этого Миноболсполкома будет инициирован вопрос о внесении изменений в указ президента Республики Беларусь номер 450 от 1 сентября 2010 года о лицензировании отдельных видов деятельности в части отнесения реализации алкогольных напитков несовершеннолетних к грубым нарушениям законодательства. Принятые меры позволят аннулировать выданные лицензии на право торговли алкогольными напитками в случае установления факта совершения подобного нарушения. Сегодня продавцы и юридические лица даже в случае систематической продажи детям спиртного ограничиваются штрафными санкциями. Вместе с тем, только в текущем году сотрудниками милиции Минской области выявлено более 200 фактов реализации детям алкогольных напитков и пива. В Солигорском районе сегодня на учете состоят 250 подростков. 98 из них попали на учет за употребление алкоголя, 6 за употребление наркотических средств, 8 – токсикоманы. Привлечено к административной ответственности за спаивание несовершеннолетних 83 взрослых. Не погнувшавшихся купить, а некоторые и распивать, по сути, еще с детьми спиртное. С начала года выявлено 35 фактов продажи спиртного подросткам в Солигорском регионе. С 1 октября была увеличена базовая величина со 100 до 130 тысяч. Соответственно, увеличились и суммы штрафов. Как известно, пик аварии, как и прочим, и правонарушений, приходится на пятницу и выходные дни. В один из пятничных вечеров мы отправились вместе с экипажем ГАИ инспектировать улицы Солигорска. За 9 месяцев 2013 года работники Солигорской госавтоинспекции выявили более 10 тысяч нарушений правил дорожного движения. Водителей, управлявших автомобилями в нетрезвом состоянии – 370 человек. Бесправников – 472, нарушителей пешеходов – 1270 и 20 велосипедистов. Несмотря на штрафы, профилактическую разъяснительную работу, проводимую сотрудниками ГАИ, нарушителей много. За истекшие месяцы в Солигорске без прав были пойманы почти полтысячи водителей. И хотя эта цифра ниже прошлогодней, их было 507 на эту дату, факт остается фактом – на дорогу выезжают те, кто в принципе не имеет на это прав, и в прямом, и в переносном смысле этого слова. Возрастные категории абсолютно разные – от несовершеннолетних до людей зрелого возраста. Учитывая актуальность проблемы, рейды по выявлению подобных нарушителей проходят не только днем, но и ночью. Основные нарушения, за которые водители лишают прав – это управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения, повторное превышение скоростного режима в течение года, нарушение правил обгона, дорожно-транспортное происшествие. Ответственность за подобные нарушения предусматривает статья 18.19 Кодекса об административных правонарушениях управления транспортным средством лицом, не имеющим права управления, и влечет за собой наложение штрафов разной величины. От 5 до 20 базовых величин, то есть от 650 тысяч до 2 миллионов 600 тысяч рублей, если водитель впервые попал в поле зрения дорожной милиции, и до 6,5 миллионов, если водитель-бесправник сядет за руль повторно в течение года после первого нарушения. На дорогах с Олигорского региона за 9 месяцев 2013 года произошло 44 дорожно-транспортных происшествия, в которых 9 человек погибли, среди них 1 ребенок, и 49 получили ранения. Наиболее частые причины аварии – это нарушение скоростного режима 20 ДТП, неправильный проезд перекрестков, выезд на полосу встречного движения. 6 аварий произошло по вине нетрезвых водителей. С начала года задержано 370 водителей таких, состояние алкогольного пьянения. Ну, это меньше, чем в прошлом году, но это цифра очень большая. Это, можно сказать, одна из самых больших цифр в области. То есть, больше, наверное, только у нас в Борисове, может быть. Но там и задерживается больше, из-за того, что большая численность сотрудников. Было бы у нас больше численность, было бы больше задержанных. Просто физически не всегда мы можем. В осенне-зимний период госавтоинспекция уделяет более пристальное внимание участникам дорожного движения. Ведь в эту пору ухудшаются погодные условия. И многие водители и пешеходы попросту оказываются не готовы к изменениям. ГАИ призывает водителей поменять манеру вождения с летней на зимнюю. А именно сменить покрышки, снизить скоростной режим, увеличить дистанцию перемещения, отказаться от резких торможений и разгонов. Практически половина дорожно-транспортных происшествий произошла в регионе с участием пешеходов в 16. Как правило, наезды на пешеходов происходят за городом и в темное время суток. Если брать наших пешеходов, то уже заметно снизилось количество нарушителей пешеходов. Возможно, это помогло то, что в прошлые годы у нас работал агитационный автобус МАЗ, где мы за смену выявляли порядка 10-20 нарушителей. Поначалу вообще бывало, что мы по 30-40 нарушителей выявляли. Потом с каждого года все меньше и меньше становится. По всему видно, что большая часть нарушений и, как следствие, аварий происходит по человеческой беспечности. Мы можем позволить себе сесть за руль, не имея водительского удостоверения, а то и вовсе в алкогольном опьянении, переходить проезжую часть там, где нам удобно и где хочется, и при этом считать себя правыми. Но все это хорошо только до той поры, пока хорошо заканчивается. В сентябре пенсионер принес в одну из банковских касс Солигорска на обмен купюру в 100 долларов. Работница банка усомнилась в ее подлинности и позвонила в милицию. Проверка купюры показала, что она действительно поддельная. Сейчас она изъята милицией. Возбуждено уголовное дело по статье 221 части 1. Идет и выяснение обстоятельств и причин попадания купюры к пенсионеру. Около 8 часов вечера 1 октября в лесном массиве по улице Козлова на Солигорчанку напал неизвестный мужчина. Ударив женщину кулаком в лицо, он выхватил из ее рук сумочку и скрылся. В ней находились мобильный телефон Samsung, кошелек с 200 тысячами рублей и 5 долларов США, а также банковская карточка, паспорт и пропуск на работу. Приметы преступника на вид 35-40 лет, рост около 175 см, среднего телосложения, волосы короткие, светло-русые. Был одет в светлую кубку до пояса и светлые штаны. 2 октября в милицию обратилась жительница Солигорска. Неизвестный преступник возле подъезда дома 5А по проспекту Мира похитил у нее мобильный телефон, кошелек, в котором было около 70 тысяч рублей и пакет с продуктами. По данному сообщению были ориентированы на ряды патрульно-постовой службы милиции и ГАИ. Буквально через несколько минут, по приметам, описанным женщиной, отрядом патрульной службы был задержан уроженец Копольского района, проживающий в деревне Кривичи. Молодой человек нигде не работает, имеет несколько судимостей. При нем находилась и часть похищенных у женщины вещей. Молодого человека задержали. 6 октября в 23.15 Солигорский РОВД позвонили жители города. Они сообщили о том, что возле магазина ЕвроОВ по улице Козлова, 30, происходит драка. По данному сообщению был направлен на ряд патрульно-постовой службы. В милиции был задержан 26-летний солигорчанин, которого вместе со своим другом устроили драку и избили 55-летнего мужчину. Кроме того, хулиганы отобрали у него сумку с деньгами и банковской картой. Оба злоумышленника задержаны и похищены изъято. 1 октября примерно с 3 до 4 часов было совершено проникновение в один из служебных кабинетов Центра детского творчества. Откуда вор ушел с женской сумкой? В ней было 1 миллион 870 тысяч белорусских рублей, косметика, ключи от дома и паспорт. Днем 5 октября из квартиры по улице Железнодорожной был похищен ноутбук Ленова стоимостью 4 миллиона рублей. В ходе проверки установлено, что это преступление совершил 24-летний нигде не работающий и ранее неоднократно судимый солигорчанин. Похищенное изъять не удалось. 6 октября в 12-м часу ночи из торгового павильона на рынке Октябрьский горы украли женское пальто стоимостью 830 тысяч белорусских рублей. 9 октября из куртки, висевшей в пособном помещении на территории общества с ограниченной ответственностью по сад, было украдено более полумиллиона рублей. 9 октября в Солигорске РОВД с заявлением обратилась пенсионерка. Один из бывавших в ее квартире людей обокрал старушку. Из дома исчезли заботливо хранимая пенсионерка, 1 тысяча рублей Российской Федерации, 20 долларов США и 20 тысяч белорусских рублей. 10 октября, свободно проникнув в кабинет заведующей столовой на третьем водоуправлении, воры украли кошелек, в котором находилось около 2,5 миллионов рублей. 10 октября воры, украв запасные ключи от квартиры, хранившиеся у соседей, проникли в квартиру по улице Бульвар Шахтеров. Из нее исчезли личные вещи хозяев. Мобильный телефон и аксессуары к нему, цифровой фотоаппарат, часы, фонарик. Общая сумма похищенных вещей почти 5,5 миллионов. В последующем следственной оперативной группой было установлено, что данное преступление совершил житель этого же дома. Мужчина ранее был судим, нигде не работает. Часть похищенного у него удалось изъять. 14 октября, забыв ключи от квартиры в дверце почтового ящика, жительница Солигорска лишилась своих украшений, а также значительного перечня компьютерной техники и денег. Воры без особых усилий проникли в ее квартиру, ведь вспомнила женщина о забытых ключах только к обеду. Шкатулка, полная золотых и серебряных изделий, нетбук, видеокамера и DVD стали добычей злоумышленников. Прихватили они с собой деньги – 550 долларов. Общая сумма похищенных вещей – более 100 миллионов белорусских рублей. В ночь с 7 на 8 октября воры проникли в гараж, расположенный в районе Первого рудоуправления, откуда злоумышленники похистили личные вещи хозяина гаража, а также строительные инструменты. Общая сумма похищенного – более 10 миллионов белорусских рублей. В период времени с 4 по 7 октября, проломав стену, воры проникли в металлический контейнер в поселке Нового Солигорского района. Добычей злоумышленников стали электроинструменты – бензопила, шлифмашинка и насос, общая стоимость которых – почти 3 миллиона рублей. В ночь с 8 на 9 октября, стоявши на неохраняемой стоянке у 71-го дома по улице Октябрьской, автомобиль ВАЗ-2105 повредили злоумышленники. Они разбили стекло в передней двери. Из машины ничего не пропало. То ли хулиганов что-то спугнуло, то ли они повредили машину, развлекаясь таким образом. В ходе проверки установлено, что преступление совершил 20-летний ранее судимый солигорчанин. Его рук дело оказалось еще одно преступление, совершенное в эту ночь. На той же самой неохраняемой стоянке была повреждена автомашина Volkswagen Passat. В ночь с 8 на 9 октября неизвестный преступник, подобрав ключи, завладел автомобилем Opel Kadet, оставленный на неохраняемой стоянке у 95-го дома по улице Октябрьской. Покатавшись, злоумышленник бросил авто в промышленной зоне возле 1-го родоуправления. Сейчас на угонщика возбуждено уголовное дело по ст. 214 ч. 1. В период времени с 12 по 14 октября из автомобиля BMW, оставленного хозяином на близи стоянке 1-го родоуправления, исчезли некоторые детали – блоки передних фар, решетка, линзы боковых зеркал, стеклоомыватели и фирменный значок. Общая стоимость похищенного – почти 4 миллиона. Днем 10 октября в автомашине индивидуального предпринимателя было найдено измельченное вещество растительного происхождения, которое, согласно заключению экспертов, в своем составе имеет особо опасное психотропное вещество. Наркотик изъят, мужчина задержан. 9 октября в Солигорске РОВД поступило сообщение из больницы. В приемный покой был доставлен житель городского поселка Красная Слобода с наживым ранением Паховой области. Следователи выяснили, что ранение мужчина получил после распития спиртных напитков со своим знакомым. Нетрезвый приятель в ссоре нанес ему ножом несколько ударов в область живота. Теперь мужчина лежит в больнице, а в отношении его друга возбуждено уголовное дело. 10 октября в Солигорской больнице скончалась женщина, которую 20 сентября сбил в Красной Слободе житель Солигорска. ДТП произошло утром 20 сентября. Женщина передвигалась по поселку на велосипеде. Она была доставлена в Солигорск в больницу. Врачи как могли сражались за ее жизнь, но причиненные травмы оказались слишком серьезными. На этом сегодня все. О новых событиях из криминальной жизни мы обязательно расскажем вам в следующем выпуске 1 ноября. Берегите себя и своих близких, и до новых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok